После той встречи я сделал вывод, не стоит покидать свою квартиру в самый разгар ночи. В общем, в тот момент я на дому работал, а сам по себе я такой человек, что если за день не устану, рано спать не лягу. Как вы понимаете, работая на дому, устать не получалось. Было, наверное, часа два ночи, я как раз досмотрел в очередной раз фильм «Плохие парни», решил выйти в подъезд, курить. Стоюсь, сигарету достал, чиркнул зажигалкой, и тут на секунду заметил, что на этаж выше стоит кто-то, вроде как мужик в мешковатой одежде. Ну, думаю, стоит и стоит себе. Может, по синей теме зашел, да забыл куда. Но чем дольше я находился с ним на одной площадке, тем тревожнее мне становилось. Странным какой-то. Но я никак сообразить не мог, а затем дошло. Он не шевелился вообще. И дыхание только свое слышу, хотя тишина же абсолютная. Я решил окликнуть его, ну мало ли. «Эй, мужик, все нормально?» Тишина. Секунд десять спустя с верхней площадки донесся звук такой, знаете, будто кто-то принюхивается, шумно так втягивает воздух. Затем еще раз и еще. Я чиркнул зажигалкой хоть какой-то свет. Смотрю, а мужик уже не спиной ко мне стоит, а лицом. Только я разглядеть не могу, словно и нет лица, пишет чертами. Я, честно говоря, кирпичный завод открыл. Потихоньку начал к своей двери уходить и это услышу сверху. «Есть. Хочу есть». И звук такой, будто вода капает. Или слюни. Я бегом рванул к двери. Краем глаза заметил, как силуэт, что стоял на целый пролет выше, вдруг одним прыжком оказался на моей лестничной клетке. Я каким-то чудом успел влететь в квартиру и запереть дверь. Буквально через секунду я услышал, будто кто-то врезался в мою дверь и скрипучий голос. «Есть еда». Я слышал, как с той стороны двери кто-то хрипло дышал. Оно, а я уже был уверен, что это не человек, стояло возле двери в мою квартиру и ждало. Я хотел посмотреть в глазок, но здравый смысл остановил меня. Затем посыпались удары в дверь. Мне кажется, я чуть с ума не сошел. Заперся в ванной и… Что было дальше, я услышал от своего отца. Оказывается, утром соседка бабуля увидела, что моя входная дверь исцарапана. Набрала моего отца, он приехал, открыл ключами дверь. Ну и, собственно, нашел меня спящей в ванной. При полном свете, да еще и в обнимку с фонариком. Я даже вспомнить не могу, когда взять успел. Отцу рассказал все. Странно, но он и не особо удивился. Сказал, чтобы по ночам я аккуратнее был, а сам таким задумчивым выглядел. Странно. С тех пор я даже мусор стараюсь выносить засветло. Кто знает. Вдруг в темном дворе я встречу уже знакомый силы, стоящий ко мне спиной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok